Виталий, приветствую тебя. На нашем очередном эфире технически фундаментальный анализ. Разбираем актуальную рыночную ситуацию, то, что на рынках происходит. Из этого стараемся получить какие-то конкретные инвестиционные торговые идеи и дать вам, друзья, чтобы у вас были какие-то вводные, как действовать на финансовых площадках. Так, Виталий, сегодня нам нужно обсудить с тобой, не знаю, стоит ли уходить, скажем, в дебри того, что происходило с Геймстопом. Вот в прошлый раз мы, мне кажется, с тобой довольно неплохо в моменте дали оценку того, что случилось. Если будут запросы какие-то особые, я слежу за комментариями. Может быть, как в прошлый раз у нас был с тобой совместный эфир, помнишь, как бы свободное общение. Я думаю, что из этого может получиться какая-нибудь интересная тема, что мы с тобой кулуарно вот так вот обсудили в общих чертах и фундаментальный фон, в котором ты прекрасно разбираешься. Ну, тогда буду держать тебя в курсе, если что, тогда проведем и такого рода подготовим видеоконтент. Так, ну, сегодня я предлагаю тогда сразу перейти к демонстрации экрана, к тем рекомендациям, которые давались ранее. Так, секундочку. Начнем мы с меня, давай, и с классических индекса американского доллара. Тем более, что сегодня на повестке два важных отчета по штатам. Это за два дня классические традиционные перед нон-фармами у нас релиз по ADP, то есть практически репетиция того, какие цифры мы можем получить от нон-фармов. Статистика важная, еще не менее важные данные будут по активности в сфере услуг. АСМ тоже сегодня, если ADP в 16.15 по московскому времени, то АСМ там в 18.00. По-моему, даже 18.3, да, 18.00. Два важных отчета, которые могут стать для конгрессменов стимулами для того, чтобы принять решение о том, как быстро и оперативно нужно выделять деньги в поддержку экономики. Вот буквально с тех пор, как Байден занял президентское кресло, разумеется, все ждут от него вот этого пакета, который был им обещан еще во время предвыборной кампании. Начал он за здравие, конечно же, пока что все скатывается за упокой, но я крест на этих экономических стимулах не ставлю. Я очень рассчитываю на то, что он выполнит свое предвыборное обещание и протащить через Конгресс всеми правдами и неправдами хоть какое-то подобие необходимой и нужной экономической помощи. Я сомневаюсь в том, что пакет экономических стимулов будет на уровне 1,9 триллиона. Возможно, это реально круто. Но пусть чуть поменьше, чуть-чуть только, но фонд нужен. Вот эта альтернатива со стороны республиканцев о том, что можно согласовать фонд на 600 миллиардов, это не то, что нужно сейчас американской экономике. И вот справедливости ради отмечу, что это не только моя субъективная позиция и мнение. Буквально вчера во время своего очередного выступления Джанет Йеллин, которая с некоторых пор является главой Министерства финансов, также отметила, что если Конгресс будет и дальше чинить препятствия и не согласовывать меры, которые были предложены как инициативу Байдена, то американская экономика окажется в рецессии уже в рамках этого квартала. И Минфин вместе с ФРС будут бороться за более проактивную позицию конгрессменов. В ближайшие дни я рассчитываю на то, что решение о стимулах будет принято не когда-то там в марте, как сейчас есть предварительные даты, а все-таки в рамках этого месяца и даже в рамках ближайших недель. Тем более, что сам Байден подтвердил в конце прошлой недели, что он будет добиваться такого рода прогресса в самое ближайшее время. Поэтому по индексу доллара сейчас, конечно же, глядя на то, что происходит с американской валютой, можно, ну, во-первых, отметить, что рост доллара, он как раз и отражает сам факт того, что пока не ясно, что с этими экономическими стимулами, пока нету конкретной даты и даже конкретной цифры по вот этим ожиданиям экономической помощи. Второй момент, на который я хочу обратить внимание всех трейдеров, что то, что происходит в моменте, ну, не то чтобы… Это ненормальная динамика, потому что мы видим две категории инструментов. В данном случае доллар, который относится традиционно к защитным активам, растет вместе с американским фондовым рынком. Обычно такого не происходит. То есть где-то здесь есть подвух, и какой-то из этих инструментов неправильно себя ведет. Я все-таки, чтобы не противоречить себе, предположу, что рост американского фондового рынка, он оправдан. Ну, хотя бы с позиции того, что в мире продолжаются масштабные кампании по вакцинации, это должно привести все-таки к экономическому улучшению мировой экономики, ее оздоровлению. Я буду также ссылаться и продолжаю ссылаться на меры экономических стимулов в США, которые для американской фонды – это стопроцентный катализатор роста, потому что, как показывает практика распределения средств от прошлых экономических стимулов, очень много денег уходит на фондовый рынок. Вот как раз фонда сейчас как раз и готовится под новый приток ликвидности, и уже мы видим и S&P, и NASDAQ в одном шажочке от исторических максимумов. Ну, единственное, что Dow Jones, поскольку промышленный сектор, все-таки он немножко отстает. Поэтому по доллару я считаю, что вот этот рост, который мы видели, он является каткосрочным и должен сойти на нет. В прошлый раз я давал сделку, рекомендацию от S&P с уровня 90.30, мы до этого уровня не добрались. Сегодня я подтягиваю отложку S&P на уровень 90.90 и предлагаю действовать следующим образом. продаем в случае снижения с этой планки, при этом стоп-лоу ставим на уровень 91.50 и тейк-профит в районе 89.00. Ну, я думаю, что во время нашего следующего с тобой эфира мы точно не доберемся до вот этих полярных значений индекса, потому что индекс доллара не такой уж и волатильный инструмент, но полагаю, что сделка уже будет в игре. По евро против доллара также была рекомендация действовать через покупку, через отложку buy-stop с уровня 1.21.70. Сейчас мы котируемся на уровне 1.20.38. Тоже меняю отложку, подтягиваю ее ближе к тому, что есть в моменте и немножко конвертирую подход. Раньше был buy-stop, а сейчас будет buy-limit. То есть покупаем через уровень 1.20, стоп-лосс 1.19.50 и тейк-профит 1.22.50. Тоже рост евро, на мой взгляд, это вопрос ближайшего времени, тем более, что 1.20, как считают в сети, это какой-то психологический рубеж, ниже которого, ну, при том фоне, который есть в моменте, мы вряд ли пройдем. И еще хотел сегодня порекомендовать сделку по рынку нефти. Сейчас котировки 58 долларов за баррель. Соответственно, сделка рискованная, потому что она фактически с текущих значений, то есть покупать в моменте стоп-лосс на уровне 57.20 и ждать бренд в районе 60. Здесь рост нефтянки, на мой взгляд, может быть подстегнут сегодня отчетом по запасам нефти, которые, скорее всего, снова покажут их снижение. Может быть, даже сократятся и запасы нефтепродуктов. И еще доклад ОПЕК, который подтвердил, что страны, участники аналитического факта сейчас не так активно наращивают объем нефтедобычи, как могли бы. То есть мы видим реально попытки и усилия ОПЕК-плюс при сохраняющемся подавленном спросе тоже как бы создавать условия для балансировки спроса и предложения за счет невысоких уровней производства. Если оптимизм, опять же, от этого новостного фона еще сохраняется, то есть мы активно росли в рамках вчерашнего дня с начала недели, то думаю, что до 60 реально можем дотянуть. Виталий, слово тебе. Давайте пройдемся по тем идеям, которые мы давали. Я давал в понедельник. Это шорт евро-доллара и покупка индекса доллара, а также мимолетная, я сказал, свое мнение по золоту. Шорт. Итак, по евро-доллару у нас была идея в шорт. Я ее транслировал еще с прошлой среды, скажем, но на тот момент она была более рискованная, я об этом говорил. А вот в понедельник я уже был более уверен, я даже своим подписчикам давал шорт не в понедельник, а точнее в пятницу еще перед закрытием рынка по более выгодным ценам. То есть мы шортили ее где-то в районе 21-20-30 здесь утром в понедельник. Цели ставились, первая цель это вот эти минимумы, которые у нас были по евро еще на прошлой неделе, на позапрошлой неделе. Мы их сделали и дальше ставилась цель по евро, возможно, ниже, мы уйдем там в район 1-20, мы практически вчера сделали и ниже. На текущий момент я сохраняю свою идею в шорт. Кто шортил евро, я уже писал там в комментариях под видео, можно часть закрыть. 50% я своим подписчикам тоже советовал закрыть и мы сдвинули стоп-лосс в плюсовую зону в район 1-20-90. То есть за вчерашний хай. На текущий момент, пока я вижу евро вниз, возможен ли лонг, о котором ты говоришь через бай-стоп, это получается у нас достаточно сильный уровень. был поддержки. Если мы сделаем ложный пробой, то идея есть такая аналогическая. Конечно, я лучше подожду сильного импульса наверх, потом какая-то коррекция и уже буду принимать решение о покупках по данному активу. А так мы сейчас находимся ниже сильного уровня. Можем, скажем, как вариант просто зацепить там какой-то шпилькой и дальше вниз. Но сделка, в принципе, имеет право на жизнь. Поэтому пока сохраняем шорт. Дальше. Индекс доллара. Покупочки были в районе понедельника 90-50. Первую цель мы сделали, то есть первую я ставил на вот эти хаи, которые у нас были, мы как раз понедельник добили, закрепились выше и пока сохраняю также потенциал роста по данному активу вплоть до 92 и выше, возможно. И также правильно ты сделал, выставил селл-стоп по данному уровню. Это, в принципе, зеркальная картина евро-доллару. Возможно, здесь какой-то будет ложный пробой, и мы дальше улетим очень хорошо вниз. Возможно. Но я здесь говорю, будут ждать тоже ложного пробоя, как вариант, скажем так, сильного импульса вниз, и потом уже смотреть на коррекции, будет ли здесь шорт. У нас здесь вот такой зародился уже локальный тренд. И, скажем так, чтобы его шортить, его нужно сломить в формате импульсом сильным вниз, здесь проторговаться под уровнем 90-90, показать какой-то такой уже более надежный шорт, потому что здесь опасно. Даже, как вариант, если даже могут они зайти под уровень, сразу продавать, скажем, с моей точки зрения рискованно, так как могут снова выкупить и так далее. Но идеи на шорт по индексу доллара есть логические, есть логика, как и по евро в углу. Дальше говорил о золоте. Напомню, я медведь последние полторы недели по данному активу. Мы отбились благополучно от уровня сопротивления, который был ключевым. Это 1870 плюс-минус, плюс у нас четко вот это трендовое сработало. То есть здесь как красиво, да, сделали ложный вот это и трендовый, зашли вниз, протестировали и идут вниз. На текущий момент, я говорил в прошлый раз, что золото рискованное, черт, есть кто шахтил. Ну, здесь сохраняется потенциал, локальные цели мы сделали, вот эти поддержки, но потенциал снижения по золоту вниз 1765 и, возможно, там 1700, как вариант. Плюс видно, что вчера так задавили хорошо вниз медвежий бар, и пока тенденция, мне кажется, вниз. Как оно будет, дальше посмотрим. Ну, по рынку, в принципе, сегодня ничего такого нет интересного, потому что все инструменты в движении, допустим, ну, благополучно, вчера вышли тоже, вот, интересно, там шартили евро, покупали франк, индекс доллара, все хорошо пошло, а новозеландский доллар чувствует, ну, последние несколько дней сильнее доллара, как и фунт, здесь возможен, возможен такой рискованный момент в шорт, вот, получается, мы как раз сегодня тестируем пятничный хай, тестируем такой локальный тренд, можно рискнуть, но я говорю, вот, это очень рискованные моменты, шарти с текущих 72-15, все, что ниже пятничного хая, точнее, все, что ниже вот этих хаев, которые были на прошлой неделе, это уровень там 72, условно, там, 50, да, на с текущих возможен черт, конечно, желательно, чтобы его там подзадавили под минимум вчерашний, под минимум, там, понедельника, в таком случае будет более надежный шорт, и аналогично, ну, здесь потенциал снижения достаточно сильный, обязательно, если кто будет шаргить данный актив, обязательно стоп-лоссы ставить за вот эти хаи, там, в районе там 72-50, 72-70, возможно, поставить вдруг еще какой-то ложный будет, и фунт-доллар, аналогично, достаточно показывает, скажем, силу быков по данному активу, его заворачивают, я уже, скажем, еще с прошлой недели с ребятами обсуждал шорт данного инструмента, как-то его здесь выравнивают, есть такая модель неплохая, у меня квадрат, но она по тренду, скажем, на коррекциях рассчитана, иногда можно контртренд торговать, у нас здесь сильный тренд по пункту вверх, поэтому этот момент рискованный шорт, можно попробовать, скажем, кто прям, небольшим объемом шорт из текущих фунт, возможно, даже, как вариант, мы можем протестировать вчерашний хай и стоп-лоссы закидывать, скажем, за вот эти, так скажем, исторические хаи текущего года, то есть в районе там 37-70. мы будем падать по фунту или с текущих, или, как вариант, еще будем тестировать хаи, там какое-то ложное делать и потом вниз. но говорю, соблюдать риски, почему, потому что вот инструмент, вот евро, если взять с хаи, мы уже сделали там с 24 на 20, то есть 400 пунктов, это достаточно много для данного актива, а фунт ни в какую, даже иена, ну, практически все инструменты развернулись, этот почему-то не падает, и если взять, посмотреть на фундамент, ну, скажем, не фундамент, а вот сейчас вот этот момент по коронавирусу, ограничению в Британии, и они там практически... на текущий момент предприятия, как они работают, в каком формате там локдаун, не ходят на эти заводы и так далее, а он растет, скажем, по каким-то причинам. Ну, прям какой-то заговор, как в этом фильме, сейчас идет интересный сериал, называется «Дьявол» 2020 года выпуска, как раз про Британию, там, компании британских трейдеров, там, в одном хедж-фонде, или банк, мне кажется, они там договариваются, как завалить евро, как завалить это, доллар, там, и так далее. Ну, интересный такой сериал, можете, кто не смотрел, посмотрите. Поэтому пока возможен шорт по данному активу. Возможно, я ошибаюсь, так как вот я тоже рассчитывал на прошлой неделе какое-то снижение по нефти, и оно не произошло, ну, это понятно, там тренд и так далее. И плюс здесь по фунту сохраняется достаточно долго уже дивергенция на дневных графиках, и возможно, какие-то еще хаи там позволительно поставят. Но я думаю, что должны разгрузить ее, так как вот евро разгрузили. Виталий, немножко выбиваемся мы с тобой из графика. Давай тогда мы с тобой детально обсудим фунт. В следующий раз я тоже подготовлю с позиции фундамента, согласен с тобой, что там не все так очевидно, и где-то может быть уже попахивает серьезный перекус. Да, возможно, да. Возможно, ты более детально отслеживаешь, так скажем, там все показатели. Я сугубо так смотрю по сравнению с другими валютами. Я не думаю, что там в Британии что-то хорошо. Или посмотрим. Понял тебя. Так, ну что, спасибо за такую развернутую точку зрения. Традиционно остается следить. Мы с тобой уже в следующий раз увидимся на следующей неделе. Много дней пройдет. Я думаю, что и по финансовым активам с учетом волатильности будут мощные движения. Мы к волатильности привыкли за последние дни. Ну и хорошо. Есть волатильность, есть о чем говорить. Виталий, тебе классного закрытия недели и классных выходных. Все, пока. На понедельник. Пока. Пока.